А точно ли это помощь? В редакцию телеканала Сургут-24 обратились активисты и бывшие волонтеры региональной организации Берегиня. Они попросили нас разобраться в ситуации, которая сложилась в приюте, построенном общественниками. Неравнодушные люди, которые изначально приехали в Берегиню, чтобы помочь животным, в недоумении. По их словам, там нет карантинной зоны, больные собаки содержатся вместе со здоровыми. Также в вольерах сидят разнополые, нестерилизованные животные. А часть из питомцев вообще свободно передвигается по территории. У добровольцев не хватает средств на еду для четверолапых. По информации, которую нам сообщили общественники, в вольерах Берегиня сегодня находится около 180 животных. Часть из них волонтеры в свое время забрали из службы отлова. Например, в прошлом году они одномоментно вывезли оттуда порядка 70 собак. Зоозащитники аргументировали свои действия спасением бездомных животных от усыпления. Однако, по мнению бывших волонтеров Берегини, условия, в которых псы живут сегодня, далеки от гуманных. Собаки содержатся в ужасных условиях. Что будет весной, тоже будет неизвестно, потому что начнется это все оттаивать. Они сейчас уже начинают с голоду, грызть друг друга. Ну, то есть это не выход содержать. Так и, соответственно, я уже поняла, что это не помощь далеко. Это просто, ну, как усыпалка, как они назвали, так оно это все и есть. В администрации города рассказали, что в приюте Берегини ни разу не были. Однако, эта региональная организация заявлялась на муниципальный конкурс по отлову и содержанию безнадзорных животных. В первый раз, причем аукцион, именно они и выиграли. Но то решение отменила Федеральная антимонопольная служба. Основанием послужила жалоба на ошибку в конкурсной документации. В мэрии были вынуждены разыграть тендер во второй раз, однако на него Берегиня уже не заявилась. В итоге контракт в 2019-м будет исполнять тот же подрядчик, который делал это и в прошлом году. ИП Довлетов. Сумма на 12 месяцев составляет 3 миллиона 700 тысяч рублей. На эти деньги подрядчику предстоит отловить и содержать в течение 6 месяцев 180 животных. Условия к фирмам, которые участвовали в аукционе, отмечу, были прописаны в техническом задании. Основные понятия это, естественно, наличие базы, чтобы база была оснащена вольерами. Вольеры должны соответствовать определенным требованиям. Также должны быть подсобные помещения для приготовления пищи, ухода за животными. Необходимо спецтранспорт наличия. Потом необходимо также оборудование для проверки чипирования. Естественно, должен быть персонал. Персонал должен быть со спецодеждой, с удостоверениями. За разъяснениями мы обратились к Ангелине Болтовской. Она является председателем региональной организации по защите животных. Пока она не ответила, зачем наполнять действующий приют таким количеством собак, если для них нет места. На чьей земле располагаются вольеры, как осуществляется присмотр и уход. Наша редакция обратилась в ветеринарный надзор с просьбой провести проверку деятельности Берегини. О взаимодействии с волонтерами нам рассказал и Константин Давлетов, который руководит службой отлова, исполняющей муниципальный контракт. Подробности смотрите в эти выходные в программе «Телевизионный обзор новостей» с Дарьей Давыдовой. Продолжение следует...